Накануне рождественских праздников в Доме культуры деревни Ланская Малоритского района состоялся детский утренник с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой. Самое главное – гости праздника дети. Страшные диагнозы отобрали у этих малышей настоящее детство. Боль, запреты, лекарства, операции и больницы являются постоянной составляющей их жизни. Но детское восприятие мира – вещь уникальная. Они не унывают и не падают духом, верят в сказку и совершенно искренне ждали встречу с главным новогодним волшебником и его помощницей. Радовались подарками и водили хороводы вокруг елки. Я очень верю в то, что такие мероприятия будут продолжаться, потому что они несут не только материальную помощь, а самое главное – они дарят веру и надежду родителям этих детей, что в мире есть доброта, что в мире есть неравнодушные люди. И эти люди обязательно придут на помощь. Праздник был инициирован Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области, а также Ландской амбулаторией общей практики. Помощь в подготовке и сборе подарков не первый раз оказывает Малорийский овощесушильный завод. И такие подарки – неоценимая помощь для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Лекарства, обследование и стационарное лечение требуют больших затрат, а потому не всегда у родителей есть возможность подарить мягкую игрушку, мяч или конструктор. Не самые необходимые, но такие желанные для детей подарки. Я думаю, что сегодняшний праздник удался. Мы показали детям, что существует мир сказок. Дети, мне было приятно, до боли приятно смотреть, как эти дети радуются, смеются. Увидели, как бегает наша Дашенька вокруг елки. И мне было очень приятно, что равнодушных в этом зале не было. Горе семьи Брачук из деревни Радиш Малорийского района тяжело даже представить. Двое маленьких 2009-2011 года рождения детей Николая и Валентины – инвалиды с тяжелейшими диагнозами. Старший мальчик Павел сейчас проходит седьмой курс химиотерапии. Маленькая Дарья, которая так весело и бодро водила хороводы вокруг елки, на состоявшемся утреннике, совсем недавно приехала из Минска, где девочки в очередной раз сделали переливание крови. У Дарьи редкая и тяжелая болезнь, гемолитическая аномия. Причины ее появления, к сожалению, врачам неизвестны. Через каждые полтора месяца ребенку необходимо проводить такую непростую процедуру. В такой ситуации семья рада любой помощи, а участие в подобных утренниках, по словам Николая Николаевича, уникальная возможность для детей почувствовать себя хоть немного счастливее. Встреча очень понравилась. Концерт прошел яркий, красочный. Ребенок останется доволен. Воспоминания даже может. И у нас то же самое. Мы редко бываем на таких концертах. Допустим, раз в году. Это стоящий раз. Невероятная сила духа и безграничная любовь. Именно эти качества объединяют все семьи, которые участвовали в рождественском утреннике. Они бесконечно благодарны за ту заботу и поддержку, которым оказывают неравнодушные люди, а их на Брещине немало. Но каждый новый день, неделя и месяц требуют новых и новых усилий ради сохранения жизни детей. А потому ничье участие не будет лишним. И семьи всегда благодарны и признательны за любую помощь, которая уже была и которая еще будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!